Собака в доме Это всегда друг и член семьи Но что если дом на колесах? Не, ну со своей охранной задачей пёс справился И я сильно сомневаюсь, что после такого кто-нибудь захочет угнать эту машину Видали, как пацанов порвало? И веселящие газы Им ещё повезло, что там стекло А вот хозяин машины точно умрёт с осмехом Братуха, извини, там очереди были, два часа отстоял На, пустяки Кстати, вы узнали, чей это фургон? Не удивлюсь, если после этого происшествия на чёрном рынке появится новая разновидность Высоконатуральных веществ Йо бич, чё эта псина себе позволяет? Заткнись и начинай варить В общем, если вам нужно отлучиться и некуда деть свою собаку То лучше оставить её где-нибудь снаружи Недавно появилось сверхэкономное такси Черепаха Плюсы, оно реально недорогое Минусы, название не врёт На самом деле, она не инвалид, просто ей лень ходить И она купила самый бюджетный автомобиль в мире Вот этот чувак тоже всё про неё понимает Хотя, откуда ему знать, что ей нужно, а что нет Может, женщина выздоравливает Узнала, сколько стоят услуги сиделки И ноги сами собой двигаться начали Или в кресле до неё сидел очень воспитанный парень Увидел уставшую женщину и место ей уступил Говорят, один мужик при всех обматерил современную мебель Типа, она на одних соплях держится Мебель обиделась и вызвала мужика на бойцовский поединок По слухам, страховые компании начали бороться с поддельными больничными Теперь бригада агентов отвозит пострадавших на место событий И просит показать, как появился перелом А может, это подделка? Подделки же легко отличить от оригинала На самом деле, это суровые будни честного кинематографа Они журнальный столик 200 дублей сломать пытались Некоторые ДТП выглядят, как сцены из голливудских блокбастеров Вот одно из таких Вот что бывает, когда дальнобойщики засыпают за рулём Надеюсь, он вез не хрусталь Скорее всего, он вез на этот мост в знаке «Осторожно, неровная дорога» А знаете, почему это произошло? Владелец вот этой тачки выкинул в окно банановую кожуру Эпичнее падение грузовика в этом видео только комментарии женщины Мама Мия, Слава, взад как-то давай Отъезжай от него, он может взорваться Мама Мия? Походу, это итальянцы Причём до этого момента они вообще русские не знали Слава, тормози Я умоляю, иди в сад, в сад, давай, Слава, в сад В сад Тётка настолько охренела, что забыла, что это она за рулём А ещё она забыла, что машина не взрывается от падения, как в боевика Но раз уж дама настаивает Я умоляю, иди в сад, в сад, давай, Слава, в сад Одно ясно У Славы яйца прочнее, чем эта фура И вообще, под его маской скрывается кто-то другой Это Воплис 100500 Меня зовут Максим Пока На этой неделе в вечернем хайпе Что такое Супербол и зачем американцы его смотрят Почему в голливудских фильмах не могут писать по-русски Кому завидуют дети российских политиков И на что потратить миллион, если ты хипстер Это и многое другое смотрите в новом выпуске вечернего хайпа